Вот уже восьмой год по республике смело и энергично шагает фестиваль Безнензаман «Наше время». А нефтехимики уже много лет являются неотъемлемой частью этого грандиозного праздника. Национальные этапы и многочасовые репетиции позади. С минуты на минуты здесь начнется яркий масштабный фестиваль рабочей молодежи Безнензаман 2020. Ребята покажут свои лучшие номера, ну а зрителям остается наслаждаться праздником, энергией, молодостью и творчеством. Горящие глаза, улыбки и желания скорее продемонстрируют все, на что способны. По традиции в фестивале принимают участие молодежь, работающая на предприятиях, образовательных учреждениях и организациях социальной сферы. Добрый вечер, дорогие друзья. Я хотел бы выразить свое восхищение нашей молодежью. 155 предприятий и организаций нашей республики принимают участие в этом фестивале. Торжественное открытие с участием президента позади. Самое время показать себя во всей красе. Команды и отдельные участники демонстрировали номера в номинациях музыкальная, танцевальное направление, минута славы и визитная карточка. Куда вы прощаетесь? Запреты сняли? Завод снова работает. Я вам даже посетителей привел. Смотря на номер нефтехимиков, так и хотелось сказать. К ней перевелись на Руси богатыри русские. В нашем случае девять харизматичных парней. Яркая многоголосие и душа нараспашку. Нижнекамск нефтехим как одна большая семья. Поэтому поддержать и поболеть за нефтехимиков приехал и главный папа. Генеральный директор Айрат Сафин. Вообще талантливая молодежь, она талантлива во всем. Как творчестве, так и в работе. Мы не только гордимся, мы за них болеем. Мы надеемся, что не займем только призовые места. Удача будет за нами. Слова Айрата Фатвича стали пророческими. Нефтехимики один за другим стали получать первые места в различных номинациях. Шамиль Хадипов и Радик Зайнулов покорили жюри своим талантом и колоритным настроением. Эмоции, знаете, эмоции просто зашкаливают. Это невозможно объяснить. Все очень понравилось. Спасибо большое организаторам. Мы очень рады, что заняли первое место для нас. Новое открытие, можно сказать. Я участвую второй год. Радик дебют. Первый раз. И первое место прям. Это очень грандиозно. Это очень круто. Круссель ярких номеров все не заканчивалось. Еще бы столько талантливой молодежи на одной сцене. Как удивить гостей праздника? Нефтехимики народ находчивый и креативный. Зрители смеялись и получали истинные удовольствия от происходящего. Номер также был удостоен первого места. Ой, Вань, какие все нарядные. В Казани вновь небольшой концерт. Пызлый инсаман он называется. Уже проходит много лет. Ребят пляшки поют. В минуту славе круто жгут. А ты придешь и на диван. А ты, вау. Мы... Это минута славы. Это обычная минута славы. Разговор телевизора. Высоцкого. Ну вот. То есть это какая-то юмористическая зарисовка. Да, да. Очень смешная. За кулиси фестиваля здесь творит неповторимая атмосфера. Жизнь кипит по-особенному. Ребята готовятся, репетируют, переживают и предвкушают долгожданную встречу со зрителем. Кого здесь только не встретишь. Сюжет номера заключается в том, что Иван Грозный перед тем, как взять Казань, ему приснился сон про будущее, он увидел все великолепие, республика Тарстан и меняет планы. Так и называется номер. Иван Васильевич меняет планы. Нефтехимики с завидным размахом завершили галоконцерт масштабным финальным номером, навекая на то, что в жизни всегда есть место чудесам. Кульминация в разгаре. Все участники на сцене. Самое время для громких, не смолкающих аплодисментов и подведения итогов. Впервые в истории фестиваля «Без не заман» кубок героев нашего времени получает команда «Нижнекамск-Нексихим». Сегодня здесь на празднике был наш генеральный директор, и он правильные слова сказал, что кто занимается спортом, занимается искусством, кто участвует в художественной самодеятельности, был такой посыл, что это люди, на которых можно надеяться на производство. Они будут хороши в производстве. И это действительно так и есть. Ярко и эмоционально закончился восьмой фестиваль рабочей молодежи «Без не заман». Нефтехимики уезжают в родной Нижнекамск с гордо поднятой головой, как и полагается героям нашего времени. Юлия Бурмистрова, Лисан Саитова, М-Медиа. Юлия Бурмистрова. Компания. Редактор субтитров А.Семкин.